Добрый день! Конечно, в Церкви все совершается в Духе и Истине, безусловно, и на всяком месте, в Гладычестве Божием, и везде нас слышат, и молитву нашу, и тем более об усопших слышит Господь, на всяком месте, когда бы мы Его не призвали, из глубины своего сердца. Но Церковь недаром устанавливает особые дни поминовения усопших. Это не только исторический контекст, но также и попытка Церкви особым образом обратить нас к памяти умерших. Поскольку у Бога все живы, и мы молимся не только за живых людей, но и за усопших, то особые преминальные дни в течение всего года, и плюс, естественно, каждая суббота, это особое дополнение к богослужению с опрошением о памяти усопших. Кладбища определяют культуру нации. Кто-то из великих сказал, что высота нации определяется по тому, как содержатся общественные туалеты и кладбища. К сожалению, наши кладбища советские, так их назовем, в большинстве своем находятся в странном таком состоянии. Я не сказал бы, что в запустении, но очень повторяют с собой нашу советскую ментальность. Заборчики, оградки, какие-то ужасные, как правило, памятники, фотографии. Если мы сравним это с христианскими кладбищами, которые мы наблюдаем, там, где они не были разрушены, отчасти у нас. Если есть какие-то древние кладбища в городах уездных или в деревнях деревенских, сохранились кладбища, старая часть. Или в Европе, там, где они вообще никак не тронуты. Или наше замечательное кладбище под Парижем, Сан-Женеве в Дебуа, где похоронены потомки русских иммигрантов. И самые первые иммигранты, которые оставили Россию после революции 1917 года. То мы увидим удивительную картину строгого христианского благочестия. Там почти ничего нет, кроме крестов. На кладбище Сан-Женеве в Дебуа, среди ровных крестов, где написано, как правило, спаси и сохрани. И ничего больше, кроме имени, усопшего и даты смерти и рождения. Очень выделяется могила танцовщика Нуреева, которая такая вся разноцветная, как покрыта ковром его любимым, который выполнил из мозаики. Сразу такой резкий контраст между христианским кладбищем, но вот таким, что ли, конечно, о мертвых или хорошо, или ничего, но тем не менее, такой горделивой позицией человека по отношению к самому себе, не окружающего у людей мнение, высокое мнение. Кладбище напоминает нам о тленности бытия. Кладбище, как и храм своего рода, сосредотачивает нас на нашем прошении. Безусловно, останки наших близких, которые покоятся на кладбищах, представляют собой часть их будущего воскресения. Поэтому, я думаю, что крайне полезно и важно, и нужно благоустраивать кладбище по-христиански, руководствуясь образчиками великой культуры христианской, и в камне, и в дереве, и бывать на этих кладбищах, потому что это есть культура христианского бытия. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.